Витан, хотела услышать твое мнение. Сейчас сколько уже 18 или какой сезон стартовал битвы экстрасенсов? Вот что ты думаешь о самой битве экстрасенсов? Ты задала очень каверзный вопрос. До конца все, что я думаю о битве экстрасенсов, я не могу озвучить. Я не имею права. Во-первых, будет это очень некрасиво. Почему? Потому что там действительно очень много достойных людей. Но в то же время есть большое количество реально клоунов. Не знаю, как даже сказать. Ну поймите, понимаете, брать каждого, перемывать кости это переход на личности. Я этого делать не буду категорически. На самом деле мы должны понимать, что это шоу. Шоу. Понимаете? Почему? А народ хочет видеть только то, что он хочет видеть. Понимаете? А вот он экстрасенсов. Все. Ключевое слово экстрасенсов. Второе слово это битва. Вообще это телешоу. Понимаете? Значит, если это шоу, значит должно быть что? Зрелищно. Да. Поймите. Если человек пришел, да, действительно обладает какими-то серьезными магическими способностями. Ну тихо, спокойно зашел, к примеру, в комнату. В течение там 30 или 40 секунд ручками там потрогал что-то. И говорит, в этой банке находится кобра. Ну, к примеру, такое задание было найти кобру. Он хлоп открывает эту банку. Вау! Круто! Вау! Тут такие кобры. Он поворачивается и уходит. Блин, ну кому это станет интересно? Это было в первой, второй, ну максимум в третьей еще битве и такое было. По поводу 18-й, да, сейчас вроде бы была ширма 18-й. Я почему знаю? Потому что кое-кто там будет участвовать из моих знакомых. Я уверен, я уже просмотрел ситуацию, я уверен, что он пройдет и кастинг, и ширму пройдет, и попадет в 12-ку. Я уверен в этом. Поэтому, ну, человек достойный действительно внимания, понимаете? А, ну, за остальных не буду говорить. В России уже на одну битву вперед идет. Ну, опять же таки, смотрите, если в первых программах, первая, вторая, третья, еще там ходили, там карты рамками крутили, маятники там еще допускались, люди не накрашенные ходили, там и так далее и тому подобное, то в последующих выпусках что ж показывать? Ну, что ж показывать? На одно и то же? Ну, это же будет неинтересно. Значит, надо что? Планку повышать. Это требует не телевидение, это требуют не режиссеры, не сценаристы. Это, тем более, не требуют экстрасенсы. Это требуете вы, дорогие зрители. Это именно вы требуете, это именно вы диктуете условия, какой должна быть битва экстрасенсов. Почему именно вы? Да потому что именно от вас зависит рейтинг программы. Любой телеканал ведет борьбу за рейтинг. Чем выше рейтинг телеканала, чем выше рейтинг программы, тем дороже можно продать рекламу. Это основной доход телевидения. То есть, с чего телевидение живет? С продажи рекламы. Чем выше программа, значит, чем выше рейтинг программы, значит, она выходит в самое пиковое время просмотра. Значит, наибольшее количество людей там находится и смотрит эту программу. Значит, следовательно, рейтинг этой программы выше, значит, дороже рекламы. Ну, арифметика очень проста. А для того, чтобы смотрели, значит, что надо? Летающие чашки, вход сущности прямо в камеру, стук, взрывы, пуки, падание в обморок, истерики, вопли и все остальное. И потом человек такой сидит и даже иногда думает, блин, а правду мне сказали или неправду? Да у телевидения задача одна вызвать у вас эмоции. Впрочем, как и у Ютуба. Ютуб то же самое, что лайки, что дизлайки расценивают практически одинаково. Там, по-моему, за дизлайки баллы чуть-чуть ниже, но все равно же баллы рейтинга идут. Понимаете, если за лайк, к примеру, дает там 5 лайков, то за дизлайк, я образно говорю, дают, вернее, за лайк дают, да, 5 баллов, а за дизлайк будут давать 3 балла. Но все равно дают, понимаете, дают рейтинга. То же самое в телевидении. Когда вы там плюете в собственный телевизор, потому что кричите, фу, как это можно уже показывать, вообще людей за идиотов считают. Вы вырабатываете некую энергию. Эта энергия куда идет? В игре-игрные группы, в тот, ну, будем говорить, даже в тот телеканал. И так далее и тому подобное. Но парадокс заключается в том, вы смотрите, понимаете, вы все равно зритель. Плохой зритель, хороший зритель, психованный зритель. Плюетесь вы. Покаете, там, матюкаетесь. Или влюблены. Или фанат, как кого-либо из экстрасенсов. Плевать. Вы включаете телевизор. На этом телеканале вы смотрите. А для того, чтобы вы смотрели, значит, делать надо шоу. Что-то красочное. Что-то взрывается. Падают в обморок скорые. Милиция. Душесчипательные истории, которые навоят ужас. Которые приводят страх. И так далее и тому подобное. Понимаете, не все же там правда. Но еще раз повторюсь. Там есть очень и очень достойные специалисты. Были такие, которые на проект приходили, ну скажем так, слабенькие. Но когда проходили в проект, они начинали верить в себя. И сила их возрастала в десятки раз. Поэтому проект помогал. Нельзя говорить однозначно, что это хорошо, что это плохо. Всегда там, где будет хорошо, там будет плохо. Там, где будет плохо, там будет и хорошо. Я люблю всегда приводить пример. Если весь мир сделать сразу здоровыми людьми. Ну вот все люди здоровые. Вы понимаете, что сразу половина мира умрет. Почему, зададите вопрос. Да, по одной простой причине. Потому что все фармацевты, врачи, фармацевтические концерны. Даже тот охранник, который работал в фармацевтической фабрике. Он умрет с голода, потому что у него не будет работы. Где же их питаться? Вы представляете, какая это армия? Да это не армия. Это чуть ли не четверть населения земли. Врачи, те, которые лечат. И так далее, и тому подобное. Естественно, появится серьезный дисбаланс. А в этом мире должны быть везде баланс. Сбалансировано добро и зло. Белое и черное. Поэтому ничего совершенного нет. Битва экстрасенсов тоже несовершенна. И время, зритель, сценаристы, режиссеры диктуют некие условия. Да, участвующие, естественно, думают. Как бы вас, не сценаристов, внимание, а вас, дорогие зрители, удивить. Понимаете? Поэтому иногда там, может быть, и перегинают палку. Может быть, и перегинают палку там с какой-то боевой раскраской. Или там с какой-то атрибутикой. Или своим видом. Но еще раз, я еще раз повторюсь. Я все время повторял и буду повторять. Там есть очень достойные ребята. Очень достойные коллеги. Это такие правды. Ну, надеюсь, полностью осветил. По каждому отдельности я не буду проходить. Ни за какие просьбы, ни за какие деньги. Почему? Потому что, ну, я так не привык переходить на личности. На личности я могу перейти тогда, когда кто-то первый, кто-то первый тронул меня и перешел на личности. Тогда он мне дает право сделать ответный удар. Но есть у нас, скажем так, один мах, который на антипиаре, на скандалах сделал свое имя. Не хочу быть похожим на него. Надеюсь, многие догадались, кто это. Это, естественно, имя не буду озвучивать, дабы делать ему рекламу. Всего доброго. С вами был Виктанов. А ты еще не подписался на мой канал? А напрасно. Потому что трансляции веду и из Дубая, и из других классных городов и стран этого земного шара. До новых встреч, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова